И я помню еще один случай. Я должен вам это рассказать, это смешно. Мы ехали где-то по Транссибирской железнодорожной магистрали. Не знаю, сколько дней мы там ехали. Два или три дня на поезде. И мы приехали в какой-то город. И там должны были проводить евангелизацию. Я вышел с поезда. Я усталый был. Я англичанин. Мы устаем, мы не такие, как украинцы. И я проповедовал все, что на сердце было известно. Призвал людей к покаянию. Помолился за больных. И потом я так себя устал и чувствовал, я присел. Подходит ко мне человек. И говорит, Дэвид, помолись за меня. У меня правая рука искалечена. По-моему, на производстве какая-то авария была. Он говорит, у меня правая рука искалечена. Я говорю, завтра приходи. Я устал. Он говорит, нет. Я хочу получить исцеление сейчас. Я хочу получить исцеление сейчас. Я сказал, я слишком устал. Он сказал, я хочу получить исцеление. Я сказал, о, Боже. Я слишком устал. Пожалуйста, исцелью. мгновенно его рука была исцелена но у Бога у него чудесное чувство юмора у Бога есть чувство юмора он знал, что я не украинец он знал, что я устаю но в конечном счете это же Бог кто совершает чудеса я помню на стадионе в Днепропетровске я думаю, что вы, наверное, не знаете но мы были на футбольном стадионе и служение было очень длинным люди каялись и сотни людей получали исцеление и потом стемнело а освещения не было и мы сказали людям, вы должны уйти сейчас вернитесь завтра и я пытался выбраться с этого стадиона и один мужчина, который был полностью искалечен артритом на двух костылях сказал, я хочу получить исцеление я сказал, я слишком устал вернись завтра он сказал, нет я хочу получить исцеление сейчас он сказал, ты не уйдешь он просто упал мне на ноги он сказал, ты не уйдешь пока не исцелишь меня я сказал, во имя Иисуса встань и ходи он подпрыгнул на ноги выбросил свои костыли и был так чудесно исцелен и мы вернулись туда на следующий год и его фотографии мы разместили на наших приглашениях на наших афишах это довольно смешно поэтому его фотография была на афишах которые были развешаны по всему городу и в первый день он подбегает я вот этот человек с фотографией я человек с этой фотографией помните в прошлом году он пришел к Христу он славным образом покаялся он с равным образом покаялся он получил гитара и он пел евангельский песен и он пел евангельский песен о, прежде чем Бог но, вы видите, это Бог но это Бог это не мы я никогда никого не исцелил я не врач но Библия говорит Но Библия говорит, Я, Господь, Бог, Целитель Твой. Я должен рассказать вам еще одну историю. Самая известная история, это история Антона. Это абсолютно фантастическая история. Потому что это произошло в городе Пермь. У нас были служения в Ледовом дворце. Около шести тысяч человек присутствовали на служении. И я призывал людей к покаянию. Молился за больных. И уже в конце служения Меня попросили подойти и помолиться за одного молодого человека. Его привезли из больницы. На носилках. И он лежал на трибуне позади. И я подошел, чтобы помолиться за него. Я взошел руки на него. Бог не исцелил его. Бог не исцелил его. Ага. Ага. Бог не исцелил его. Ну, это был мой предпоследний день. И потом я сразу оттуда летел в Израиль. И после последнего служения Он слишком плохо себя чувствовал. Его больше не могли привезти на служение. Но его мама И его бабушка Умоляли меня поехать, помолиться за него в больницу. Мы хотим, чтобы ты помолился за него. Он сказал, нет, нет, нет. У меня нет времени ехать в больницу. Но они просто не принимали нет в качестве ответа. Поэтому по дороге в аэропорт Я заехал в ту больницу. И он был там. И он был настолько сильно болен. Он был наркоманом. У него был ВИЧ и СПИД. И позже мы узнали, что на самом деле Он был осужден и сидел в тюрьме в то время. И он лежал в тюремной больнице. И у него была гангрена на правой ноге. И должны были ампутировать правую ногу выше колена. И когда я приехал к нему У него на тумбочке лежали бумаги. И он должен был подписать согласие на ампутацию. И у меня не было времени. Я просто посмотрел на него. Я сказал, во имя Иисуса, будь исцелел. Я сказал, не позволяй делать ампутацию. Бог исцелит тебя. Я вернусь в Перм через шесть месяцев. И ты будешь на сцене На двух ногах И расскажешь всем, что Бог совершил чудо. Я сказал, goodbye. И я уехал. И через полгода Мы вернулись в Пермь И в тот раз служение показывали в прямом эфире по телевидению. Потому что вот это мы делали раньше часто. Мы организовали прямой эфир на весь город, на весь регион. Чтобы все могли услышать. Но Антона нет. Он не пришел. И по вере Я сказал, Антон Я знаю, что ты где-то там И я говорю тебе, завтра Я хочу, чтобы ты был здесь На сцене На двух ногах И рассказал всем, что Бог совершил чудо. На следующий день Антон был здесь На двух ногах Бог полностью исцелил его И исцелена была не только гангрена Он пришел ко Христу И освободился от наркотиков Бог исцелил ВИЧ Он сейчас женат У него двое прекрасных детей Полностью исцелен И я скажу вам кое-что Вам, христиане, здесь Я собирался говорить вообще-то о вере и об огне сегодня Но я может быть и сегодня вечером Или завтра поговорю об этом Но факт-то вот в чем Когда мы принимаем Дух Святой Библия говорит Коринфянам Там говорится, что есть девять даров Святого Духа И я слышал, как многие люди говорят о дарах Но мой папа научил меня Как разделять эти дары по категориям Он говорит, что есть девять даров Три из них Так называемые речевые дары И те из вас, кто получил крещение с Вятым Духом Вы говорите на иных языках И я могу говорить на иных языках больше, чем все вы Если я ненавижу дьявола Я говорю, что я ненавижу дьявола Я говорю, что я ненавижу дьявола Иисус здесь Иисус здесь Тебе нет здесь места И вы знаете, очень странно Но часто, когда я изгоняю бесов В России И в Украине Потому что такое случилось и в маяках Когда я молюсь за освобождение от демонической власти Беса со мной разговаривает по-английски Вот поэтому я говорю на языке, который они понимают И были два таких конкретных случая Один из них в маяках, а другой в нерюнгри Итак, три речевых дара Языки Истолкование языков И пророчество И есть три так называемых интеллектуальных дара Это слово знание Слово знания И Слово мудрости И Развлечение духов Но И я восторгаюсь от следующих Мой отец учил у меня, что есть три практических дара И какие они? Дары исцеления Чудотворения Послушайте, эти дары есть в церкви Эти дары даны церкви Дары исцеления Дары чудотворения Кто из вас совершает чудеса каждый день? И последний из них Это дар веры Дар веры Это очень практичный дар И Библия говорит, когда ты получаешь Святой Дух То ты желай больших даров Превоскотнейших Я могу молиться на языках больше, чем все Но я не просил об этом даре Я могу пророчествовать Я не просил об этом даре Но дар, который я всегда хотел иметь Это дар веры И всю мою жизнь Я просил у Бога дар веры И вы знаете, для меня это самый важный дар Самый драгоценный дар, который только можно иметь Дар веры Потому что если у тебя есть дар веры Ты будешь видеть, как больные получают Ты увидишь чудеса И я делился с вами о тех чудесах, которые произошли, когда мы были в Сибири три месяца Как те чудеса произошли? Они произошли, потому что по вере я использовал Божью силу Эти чудеса произошли, потому что я верю в Богу Почему Антон получился в Сибири? Я верил в Богу Антон поверил в Бога И в тот момент Антон обрел этот дар веры И он поверил в чудо И та женщина из Англии, с которой Кейти переписывается сегодня Десять лет тому назад Она услышала одну из моих проповедей Она умирала от рака И то слово, которое она услышала Послушайте, то слово, которое она услышала Стало верой в ее сердце И она поднялась с постели И получила исцеление То же самое произошло со мной, когда у меня обнаружили рак легких И мне поставили диагноз рак легких 12 лет тому назад В 2003 году Но поймите, мне был 71 год тогда Я был уже не таким молодым человеком Я мог бы умереть Говорят, что самое долгое люди живут с раком легких 5 лет Я не знаю, как на Украине Но даже на Западе Даже в Англии Сказали 5 лет Даже если сделать операцию Если вырезать легкое То будет жить всего 5 лет Если мы проведем химиотерапию Ты проживешь всего 5 лет Do you understand? И поэтому я просил у Бога о чуде И я сказал, О Боже Если я больше не нужен тебе Я 71 лет Я уже 71 лет Ладно, возьми меня домой О, чудесно Я могу пойти на небо О, аллелуйя, не могу пойти на небо Я могу пойти на небо Но я сказал, если я нужен тебе в России Если я нужен тебе в России Я не буду проповедовать и рассказывать людям Что ты Бог чудес Если ты меня не можешь свить То выбор за тобой Либо возьми меня домой Или оставь меня здесь Но ты должен исцелить меня тогда И вчера я уже рассказывал Я был в Германии В нашем немецком офисе У нас представитель нашего немецкого офиса здесь И я молился на горе Я спустился И я задыхался Я не мог дышать И я понял, что это мой последний час И я просто призывал Бога И эта опухоль целиком вышла из моего тела Физическим образом она вышла из меня И это чудо И постель пришлось сжечь всю И вы видите силу Божьей Но как я получил исцеление? По слову веры По словам веры Я верю в Богу Я верил не врачам Я верил в Бога Я верил в Слову Бога И сегодня ты получаешь веру через слышание Библия так говорит Об этом написано в твоей украинской Библии Ты получаешь Слово веры через слышание Но потом эта вера превращается в действие Точно так же, как с Антоном Он услышал меня в эти несколько минут И Слово превратилось в веру И Слово простило его И освободило его из тюрьмы И слило его ногу И слило его ВИЧ Смотрите, что может сделать Бог Дар веры Я хочу, чтобы ты обрел этот дар веры Я хочу, чтобы ты верил Потому что вот что Библия говорит о вере Здесь говорится Ибо если устами твоим будешь исповедовать Иисуса Господом И сердцем твоим верить Это твоя вера Ты должен верить сердцем Что Бог воскресил Иисуса из мертвых Все, что тебе нужно сделать И сказать, Иисус, я делаю тебя Господом моей жизни Иисус, я знаю, что ты жив Я знаю, что ты жив Hear me Hear me, Иисус Forgive my sins And in that moment The miracle happens Your sickness can go But your sin will go You're forgiven You're forgiven God has changed you You're born again Oh What a miracle And something has happened Because in that moment And that moment That faith That faith Becomes a seed in your heart That will grow It will grow This is only a beginning This is only the beginning This is only the beginning The moment you believe in Jesus It's only the beginning It's going to grow And grow And grow And grow Until you can do what I do Пока ты не сможешь делать то, что делаю я It will grow Until you can take over from me How many of you want my job? Thank you Okay All you need is that seed of faith Все, что тебе нужно Это семя веры I want to pray Я хочу молиться Father, I pray Отче, я молюсь That you would put this seed of faith In their hearts Чтобы ты вложил Это семя веры В их жизнь Чтобы это семя Начало прорастать Когда они осознают Что Иисус и Господь в Украине И Он хочет войти в твою жизнь Если ты позволишь Иисусу Христу Войти в твою жизнь Если ты возьмешь это семя веры То я попрошу тебя встать Если ты хочешь, чтобы Бог простил тебя Если ты нуждаешься в Божьем прощении Пройди вперед И я буду молиться за тебя Отец, я молюсь за этих людей Чтобы ты простил их грехи Чтобы ты разрушил проклятие дьявола Вложи семя веры в их жизнь Чтобы они знали Что Иисус жив И что если они исповедуют свои грехи Он простит их Во имя Иисуса Я попрошу вас произнести слова этой молитвы громко в слух И я попрошу всех Давайте все вместе помолимся словами этой молитвы Скажите Я знаю Иисус жив Я верю Иисус здесь Войди в мою жизнь Я буду служить тебе Я буду жить для Иисуса Иисус, пожалуйста, сейчас Дай мне веру Верить чудо В моей жизни сейчас Во имя Иисуса Аминь Аминь Субтитры сделал DimaTorzok It's not abstract. Faith is putting into practice what God teaches us. And so I want to send you this book. Look, I'm a sailor and I'm in front of the sea, the Mediterranean. I'm in Israel. What a place to talk about faith. Because Jesus was a man of faith. He taught faith. He lived faith. And I want to share some of this with you. And so in this book, it will teach you how to make your faith work. I'll send it to you free. Just send a gift, however small, write to me and the book is yours. And it will make your faith work. This is Prophetic Vision. It's the most powerful prophetic magazine in Europe today. It's read by almost half a million people in 132 countries around the world. Send for it free and let God show you the path to revival in your life, in your nation. The important thing is this, that we're able to bring you news of revival and of the power of God from right around the world in so many different countries. And also, while on the television broadcasts, you only see just a short edited program of my message. On this program, you're able to see and hear the whole of the message. So I want to encourage you to watch this program. So I want to encourage you to watch this program. So I want to encourage you to watch this program. So I want to encourage you to watch this program.